Доброе утро, мои хорошие! Доброе певчие утро! Вы слышите, как они заливаются? Это блаженство какое-то! Как я люблю утром встать и чай пить в беседке! Под пение птиц, под жужжание пчел, хотя пчел не очень много в этом году. Я не знаю, куда они делись. С вами Любовь Да и мой канал Next Station. И каждый мой новый ролик, как в следующей станции. И сегодня мы с вами пробежимся по моему дню. Я не знаю, какой он будет, но я обязательно вас порадую своим днем. Ну что, побежали? А я спешу порадовать вас и себя жасмином. Я его купила 4 года назад, маленькой-маленькой веточкой, с запахом земляники, клубники, чего-то такого лесного. В общем, необыкновенный, чудесный запах. Если бы можно было передать, запах жасмина. Слышите, как песни поют птицы? Я каждый раз говорю, обращайте внимание, как поют птицы. А это очень грустная тележка, очень грустная тачка со спиленным деревом, спиленная яблонька. Ну это мы оставим на шашлыки, покажу, что произошло с яблонькой. Вернее, я не стала снимать, она у нас засохла, и нам пришлось сейчас ее спилить. Вот яблонька. Конечно, мы ее совсем не спилили, оставили какие-то там веточки. Совсем была сухая, и мы очень долгое время ее не срубали. Все говорили, может оживет, а давай осенью, а давай весной. В итоге надо было давно ее уже подрезать и дать силы новым побегам. Ну вот этим яблоням уже больше 25 лет. Сейчас уже модные колоновидные яблони, которые не так высоко растут вверх. И больше плодоносят. Ну вся такая, видите, уже, вся уже подпиленная в нескольких местах. А вот, наконец-то, распустились пионы. С необыкновенным запахом. Но, я так думаю, небезопасно нюхать и прислонять нос. Обязательно там кто-то жужжит, и обязательно кто-нибудь в нос до тебя тяпнет. А это моя красавица Хакуру Нишики. Вот такие бело-розовые, даже, так скажем, серебристые листочки. Ну вот сейчас она немножечко позеленеет, и можно ее будет отформировать. А моя подписчица, Надежда Меленичонок, меня спрашивала, как найти время для отдыха, как дачу не превратить в каторгу. Надюша, я отвечаю вам, я вам уже ответила в комментарии. У меня четкий график отдыха и работы. Утро, я уже написала, да, с чего начинается утро. До завтрака на голодный желудок. Первое, куда я бегу, к своему младшему сыночку. Младший сыночек у меня в бассейн. Утро, до завтрака, 15-20 минут у меня бассейн. Потом завтрак я готовлю ребятишкам. И тут же до 10 утра, до пол-одиннадцатого утра я сразу готовлю обед. И все. И с пол-одиннадцатого у меня свобода. У меня свобода во всем. А свобода – это полив. Полив у меня очень простой. Я просто кидаю шланг, и у меня такой душу, ну, разбрызгивающий. И таким образом поливаю. Ну, ребятишек своих тоже к этому не приучаю, а приобщаю. Ну и обычно план работы на участке я составляю на неделю вперед. А не то, что в один день. Это сделать, это сделать, это сделать, это сделать. Это не проходит. А, ну и да. Ну и постирать, естественно. Но благо у меня машинка-автомат. И когда у меня ночует 15-19 человек, то понятно, что весь день стираю. Ну и, конечно, время найти для покраски, для моего творчества, которым сейчас займусь. Время для укропа подергать, обработать его. И уже завял. Ой, ну, никогда было не рекоменду. Вымыть большие кастрюли, те, которые дома не помещаются в раковину. Ну и пробежаться по участку, проверить клубничку. А вот она, она, одна из клубничек. А птицы как заливаются. Не цветёт. Не цветёт. Так, пора её поторопить. Саш, давай её поторопим. Давай, торопи. Но она уже всегда у меня была картошка, 22 июня. Сейчас что у меня такое? Торопи. Будем торопить. Выкапывай. А, вот. Вот. Это как чукча, да? Очень кушать хотелось. Вчера посадил, сегодня собрал. Очень кушать хотелось. А ты мне шланг удлиняешь, да, Саш? Да. Спасибо тебе большое. А я пойду проверю, Саш, свою кукурузу. Вдруг пора собирать урожай. А я ведь её посадила. Вот она, она. Вот она, она кукуруза. Шесть штучек. А это у меня рукола. Очень смешно получилось с руколой. Я начала её пропалывать, пока не поняла, что очень приятный запах у этих сорняков. А я занимаюсь реставрацией вот такого гриба. Потом покрашу его лаком. А сейчас просто гуашью. Ну, в общем, за зиму что-то у меня здесь облетел. Ну, приходится здесь его закрашивать. Вчера помогали мне девчонки здесь маленькие. Улечка с подружкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А я пока красила свой гриб, смотрю, прибежали дети, поставили у моей калитки велосипеды и убежали. Вот и думаю, выставлять на продажу или не выставлять на продажу. Но кто знает, что это еще не все. У меня здесь квадроциклы, у меня здесь скутеры, мопеды тоже оставляют. Так что это мало. Раз, два, три, четыре. Обычно восемь велосипедов. Олечкин велосипед. Ну и трактор с прицепом. А вот моя зона шведского стола. Кто помнит, прошлым летом я все это себе сделала. Максимка в этом году помог мне из баллончика все это раскрасить. И что я хотела показать. Как обычно... Ой, слышите, опять птицы поют. Как обычно, не видно женской работы. Когда женщина на кухне что-то весь день протирает, убирается. Так вот, Максим, посмотри. Дедушка прикрутил стол. Потому что раньше, когда мы вот так вот сюда что-то ставили, он опрокидывался. И вот такая работа вроде как не видна. Раз и сделаю. И так приятно. Вот такую заглушечку сделала. Чтобы он больше у нас не крутился, не переворачивался. В общем, я довольна. Зона шведского стола. Ну и вот иду и размышляю сама с собой. И спрашиваю вас, как часто мы благодарим своих милых мужей за ту работу, которую они вроде как обязаны сделать. Вроде как и не обязаны. Так что вот такая маленькая заглушечка меня сегодня очень порадовала. А всего лишь навсего сказала только один раз сегодня, «Саша, у нас перевернулся стол, потому что вы поставили на него пиво». Сегодня он мне уже сделан. А я иду к своему грустному месту, где 25 лет росла яблоня. И оно сейчас уже не такое грустное, потому что я повесила сюда горшок цветущей питуньей ампельной. Так что, яблонька моя, я думаю, буквально через две недельки это будет очень-очень шикарно красиво. Правда? Горшок осталось помыть. Поторопилась, поторопилась повесить. Ну, помою, конечно. Ну, вот, третья партия постельного белья у меня сегодня уже постирана. Остальное завтра буду достировать. Повторю, в гостей много бывает, очень много. И когда они приезжают, у меня всегда все чистое, свеженькое, пахнущее ароматом леса, прохлады. Так что, вот, все. А еще я хотела с вами поделиться своим ноу-хау. Вот у меня на спарже вот такие вот какие-то букашки, вечно спаривающиеся. И они жирают, вообще за ночь могут сожрать весь куст. И если он успеет вытянуться за 3-4 дня, то ему ничего не грозит. Сейчас покажу, что я придумала. Кстати, что я только не сыпала. И табак, и золу. Эта гадость, она все равно лезет. Вон, видите. Любовь. Я их вот так постоянно стряхиваю, но, по-моему, это бесполезно. Короче, я повесила сюда носки. А что делать? Вот, сейчас я открою свой носок. И, скорее всего, их там не будет. А-а-а-а! Они там есть. Я проверяла носки, их там не было. Короче, ну, кто подскажет? Что делать, а? Чем опрыскивать спаржу? Ну, вот еще один мой носочек. Сейчас я аккуратненько подниму. Неужели они там тоже? Нету. Значит, там просто враг прорвался. Нету. А это вот они уже съели. Сейчас я покажу. Вот уже все посъедали. Вот еще лезет. Ну, в общем, вот они они. И вот они они. У них вечная любовь. Ну, я понимаю, что все естественное. Но тут мне не охота, чтобы... А вот они так вот все это сжирают. Сейчас перехвачусь. Ну, вот так вот я их спрасываю. Ну, не знаю, чем. Я уже брызгала различными всякими ядами. Но не хочется ядами-то совсем травить. В общем, опять одела носки на спаржу. Я вот думаю, может быть, их не надо стирать. Выносил, знаете, как неделю. Может, поделать. Не как от запаха. Уйдут. Где-то я в каком-то таком анекдоте слышала это. Только про мужские носки. Ну, вот. Он все съедает. Все вот реально. Жирает и очень быстро. Практически вот за ночь. Вот Олечка приезжает ко мне. Внучка. Вот сейчас ее нету. Она обычно этим занимается. Утром встает, так вот потряхивает. Ну. Приходится мне пока все это потряхивать. А на этом сегодня все. С вами была Любовь. Да. И мой канал Next Station. Всего вам доброго, мои хорошие. До новых встреч. До новых веселых, интересных видео. А я немножечко... А я немножечко попрыгаю в этом лабиринте своей горке. Детской горке. Всего вам хорошего. Люблю вас. Обнимаю вас всех. Солнечных, позитивных моих подписчиков. Писчиков. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...